Социальная сфера – территория особого внимания. Для Крымского района это не просто слова, а руководство к действию. Этому направлению здесь уделяют особое внимание. Успешным инструментом стали социальные инициативы главы Анатолия Разумеева «Сохраняй здоровье, приумножай успех». В рамках этой акции большой районный десант специалистов в различных служб и врачей выезжает в села и хутора. Таким образом, жители самых отдаленных населенных пунктов многие проблемы решают на месте. Это фельдшерско-акушерский пункт Хутора Красный. Здесь без талонов и очередей хуторяне проверили состояние своего здоровья. Ведь в рамках акции «Сохраняй здоровье, приумножай успех» к ним прибыли специалисты из Крымской центральной районной больницы. А это уже Кеслеровское сельское поселение. Его местных жителей консультировали врачи Варняковской больницы. Цель этой акции такова, что согласно программе президента медицинская помощь должна быть максимально приближена к населению. То есть должна прийти в малые хутора и села. Специалисты здравоохранения и социальных служб десантируют в самых отдаленных населенных пунктах. Такие выездные приемы селяне ждут с нетерпением. Спасибо врачам, что приехали. Мы очень старые люди, нам трудно ездить в больницу и болячек много. Я очень благодарна, что сегодня мне назначили лечение. Я буду покупать эти лекарства и дома буду лечиться. А ездить мне уже 80 лет я не могу. Малым хуторам особое внимание уделяет и местная молодежь. В рамках месячника по наведению санитарного порядка молодые люди помогают пожилым. Они берят, красят, убирают их территорию и, если нужно, пашут огород. 25 января был дан старт еще одной социальной инициативе главы. В день святой великомученицы Татьяны, покровительницы студенчества, начался крестный ход. С тех пор подростки и молодежь Крымского района регулярно по выходным в дни православных праздников объезжают крымские благочиния, храмы, церкви, сельские приходы. В роли экскурсоводов выступают сами священники. Таким образом, ребята приобщаются к культуре и религии не только по книгам и рассказам учителей, но и в святых местах. Поездку по святым местам я поехал добровольно, так как я считаю, что в каждом человеке должна быть частица Бога. Чтобы не просто жить, существовать, а совершать какие-нибудь поступки, добро, чтобы мир тебя запомнил. Хутора, села и крымское городское поселение приняли активное участие в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В течение месяца на территории муниципального образования были проведены несколько десятков мероприятий. «Зелёный город для себя и потомков» – эта акция в рамках социальной инициативы главы проходит во всех школах Крымского района. Так, 20 саженцев «Чёрного ореха» были высажены в школе номер 6, и в учебном заведении появилась новая аллея выпускников. У каждого 11-классника своё дерево, которое он сможет потом показать не только своим детям, но даже внукам, ведь такой ореха живёт более 50 лет. «Вместе с этими деревьями мы садим, так оставляем частичку себя. И вот через много-много лет мы встретимся, будем смотреть на то, как взросли плоды наших трудов». Участвуя в акции «Зелёный город для себя и потомков», ребята планируют озеленить не только свою территорию, но и другие районы Крымска. Младшие школьники обещают ухаживать за деревьями и надеются, что они не просто приживутся, но и начнут плодоносить. Участие во всех акциях также принимают студенты Крымского технического колледжа и строительного техникума. Юноши и девушки выходят на все городские и районные субботники. Более 30 крымских ребят приняли участие в региональном фестивале «Поющая Кубань». Этот проект проходит по инициативе главы Краснодарского края Александра Ткачёва. Для формирования основного состава хора в течение нескольких дней шёл жёсткий отбор. Преподаватели музыки выбирали лучших. Всего за 7 репетиций наши ребята научились уверенно держаться на сцене. В финале краевого конкурса пели 95 школьных хоров. Среди них и Крымский район. Кто стал победителем, узнаем уже скоро. Сейчас крымчане выбирают 10 лучших достопримечательностей Крымского района. В этом конкурсе, что проходит также в рамках социальной инициативы, участвуют все поселения. Работы самые разные. Так, сопка героев и вулкан Шуго представлен сразу в двух работах. Библиотекари Кеслеровского поселения рассказывают о своей малой родине и её людях. Гладковчане о памятнике щит матери. Это далеко не все работы. Какая достопримечательность достойна войти в десятку лучших, решит жюри. А пока конкурс продолжается. Крымский район уже готовится к военно-патриотической игре «Зарница». Эти весьма популярные молодёжно-военно-полевые сборы ушли в прошлое несколько лет назад. И вот сейчас «Зарницу» решили возродить. А 1 апреля стартует автопоезд. Его пассажиры, учащиеся школы, отправятся на экскурсии в музеи других учебных заведений. В социальной инициативе поучаствуют и воспитанники детских садов. К ним придут ветераны и на доступном детям языке расскажут о великих подвигах советских бойцов и о великой могучей России. Ведь именно подрастающему молодому поколению предстоит строить наше будущее. И поэтому они – главные участники социальных инициатив.